Александра и Оксана пришли в супермаркет выяснить подробности случившегося. По словам Оксаны, ее маму якобы избила охрана супермаркета из-за пачки чая стоимостью 45 гривен, который, как говорит женщина, она попросту забыла оплатить на кассе, переложив свою сумку. И получилось так, что я забыла, оплатила чек. У меня там чек был на 60 или на 70 гривен. Я оплатила этот чек и уже как бы выхожу на выходе. И тут встречает меня охранник, и тут зазвенела сигнализация, и говорит, а что у вас? Я говорю, ой, у меня, еще так открываю, говорю, ой, у меня чай остался в сумке. Я сейчас пойду и проплачу, я забыла, я просто забыла за этот чай. Нет, не нужно, давайте сюда чек, давайте чай, пройдемте со мной. По словам женщины, ее отвели в подсобное помещение, куда вошел еще один человек и без представлений стал спрашивать у нее насчет кражи чая. Лариса Масолова все отрицала, что, по ее мнению, и послужила причиной дальнейших событий. Я начала доказывать, что я, уже повысила голод, будем говорить, что я не воровка, что я опять начала себя как бы отстаивать. Он начал меня уже прикладываться, рукоприкладываться, он начал меня бить сразу по щекам, с одной и с другой, говорит, ах, ты не воровка? Я говорю, я не воровка, я могу кричать и буду говорить, что я не воровка. По второй щеке. И так все началось, если честно. Я ее увидела в понедельник в обед, и уже увидев ссадины, и начиная с ней общения, я ее вывела на это, она была напугана, испугана, запугана. Ей как бы говорили, что это видео выложат в интернет, там четко видно, как она ложит этот чай в сумку и так далее. Они развернут эту историю с точки зрения, что она воровка и так далее. В дирекцию супермаркета изложили другую версию случившегося. И у меня есть на камеру зафиксирована вся эта история. Когда человек смотрит по сторонам, пачку чая прячет себе в сумку, пачку чая берет, с оставшимся товаром идет на кассу и проплачивает. На выходе, конечно же, товар запищал, ее остановили, вызвали службу охраны. Она со своего телефона вызвала полицию. Мы пришли к тому, что надо было всего лишь оплатить украденный товар. Она сама подошла на кассу, сама проплатила украденный товар в присутствии нашей службы охраны ГСО. В случае надобности я напишу заявление официально в милицию, подам на эту данную гражданку, где есть четкое видео, что она смотрит по сторонам, рассматривает полчаса этот чай, одну пачку, вторую, дорогой чай в ЖБ коробке, прячет в сумочку, просматривает по сторонам, приходит на кассу, оплачивает товар тот, который в руке, а тот, который в сумке, там еще одна камера, открывает сумочку, смотрит, что там чай, берет кошелечек, но чай не достает, кошелечек, оплачивает. И этот чай врует и выходит с кассы. Что я должен делать? Вызвали службу охраны, посмотрели ГСО, вот и все. В свою очередь Лариса утверждает, что пачка чая, за которой произошел конфликт, стоит 45 гривен 50 копеек. А вот директор магазина говорит, что лично не видел, как женщину заводили в подзобное помещение. По его словам, все разбирательство проходило именно в торговом зале. Из-за разницы в двух изложенных версиях, родные Ларисы и директор магазина к пониманию так и не пришли. Мы же пришли, мы же не просто так пришли с торговой. Я пришел с мамой, сел абсолютно нормально, поговорили. Она жива, здорова, целая была. Вот такое ощущение, знаешь, что она там... Слушайте, вы сказали, я бы пришел бить. Вот если бы она была не целая, поверьте, мы бы пришли бить. Так в том-то и дело, что... А она, слава Богу, не целая. 54 года, человек, по какой причине он должен был получить удар? Со слов Артура, женщина, когда... Почувствовал удар. Вообще, что такое удар? Со слов Артура, женщина начала кричать, «Корову, вы меня насилуете». Он говорит, я отпрыгнул, смотрю, она невменяемая просто. Вы сейчас прикалываетесь. Отвечаю. Вот я... Вы сейчас серьезно? Серьезно. Завтра будет Артур. Это он мне рассказал. Вы его записали? Да, записали. Вот завтра будет Артур с ним общаться. Это она ему кричала. Сейчас в процесс вмешалась полиция, так как после происшествия Лариса Масолова подала заявление и сняла побои. Согласно полученной информации от областной полиции, сейчас начато досудебное расследование по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений. Юлиан Аксенов, Денис Рудь, телеканал «Репортер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова